Для современной молодежи загадочная аббревиатура ВЛКСМ означает что-то далекое, советское, полузабытое. Тем временем комсомол уверенно отметил столетие, даже не обратив внимания на тот факт, что уже треть от юбилея он официально не в строю. Но, как известно, пока жив человек, жива его история. А история создания автограда – это часть истории комсомола. О том, как это было, узнала наша съемочная группа. Советский Союз развивался комсомольскими ударными стройками. Одной из таких площадок стал КАМАЗ. Со всей страны активная молодежь отправилась по комсомольским путевкам в город Накаме. Один из таких первостроителей – Геннадий Баштанюк. Он начинал работать слесарем в Москве, а 80-й попал на КАМАЗ. Вспоминает, что комсомольцы отличались не только ответственным отношением к труду. Эти ребята искренне верили, что могут изменить мир. При подведении итогов в комсомольских молодежных бригадах было не только производственные успехи, а работа с трудными подростками, шефская. Я, наша бригада, с первого по десятый класс вела в 14-й школе. Это ведь 10 лет. Они приходили на завод, даже некоторые на работу пришли. Завод строился и развивался с бешеной скоростью. Первый грузовик сошел с конвейера в 1976 году. Почти 15 тысяч человек стали свидетелями долгожданного события. И один из них – Виктор Масленников. Он посвятил комсомольскому движению два десятка лет своей жизни, а КАМАЗу – четверть века. В жизни базовой школы – это было три. Армия, комсомол КАМАЗа и КАМАЗ. Причем я хочу подчеркнуть комсомол КАМАЗа, поскольку КАМАЗ, комсомол был дух совершенно иной, чем, если взять другие комсомольские организации, которые приходилось, не в обиду им будет сказано, общаться. Комсомольцы КАМАЗа отличаются и спустя десятилетия. Положение Ленинского устава до сих пор помнят наизусть. В основном на уставе это патриотизм было, и это патриотизм всю нашу жизнь, даже на пенсии, патриоты. В уставе комсомоль – это верный помощник партии. Во-первых, это передовой отряд молодежи. Во-вторых, это резерв партии был. Вот так прямо в уставе сказано было. Кстати, одним из каверзных вопросов при приеме в комсомольцы был, сколько стоит устав в ЛКСМ. Правильный ответ бесценен, но молодежь часто путалась, ведь на брошюре указывалась цена в копейках. Комсомольской организации нет уже почти 30 лет, а время, как известно, не щадит никого, в том числе и память поколений. Того, что, например, в Библии «Помоги ближнему» было в комсомоле так же, как «Октябрята», «Пионерия», «Комсомол», чтобы люди друг друга не бросали. Этих знаем только пионеров там каких-то, там еще что-то, и все, больше ничего не знаем, в галстучках ходили. Несмотря на то, что до наших дней комсомол не дотянул, его дух еще жив в Автограде. Благодаря ему и родилась гордость Автограда – КАМАЗ.